Кадры из этого фильма «Шаг вперёд 3» стали знаковыми для Кристины Яшиной. Девочке было 10 лет, когда кино подтолкнуло к судьбоносному решению. Вот уже 5 лет Кристина в брейк-дансе. Кристина в брейк-дансе. В два раза больше, чем на других соревнованиях. Понадобилась не только физическая выносливость, но и харизма, и скорость реакции. Я придумывала на месте. У меня это не получается. Мне надо было так делать, потому что я понимала, что мой стиль, он чисто силовой и на выносливость. Но разнообразия движения у меня не было. И надо было что-то придумывать и как-то выкручиваться из этого. То есть ты импровизировала? Именно. Тренер Кристины Александр Родин руководит профессиональной школой брейк-данса «Доминант», где и занимается девушка. От наставника зависит многое, уверена Кристина. Если бы не Александр, таких успехов она бы не добилась. Именно он рассмотрел в ней будущую звезду брейк-данса на одном из фестивалей. Тренер уверен, спортсмен может быть гибким и выносливым, но этого мало для успеха. Нужен характер. У Кристины он есть. Она тренируется как чемпион изначально, тренировалась как чемпион. То есть она тренировалась так, как никто не тренируется. Это было заметно, это было понятно. Внутренний мотиватор, я не знаю, внутренний какой-то стержень. То есть она, ну что-то внутри нее давало ей всегда сил, чтобы тренироваться до потери всех сил. Я стараюсь держать себя в темпе, то есть и не давать себе слишком много отдыхать. Но и в тот же момент мне нужен отдых, ну и надо отдыхать. То есть надо знать вот эту меру. Иначе будут травмы. Но Кристина ради своей цели побеждать готова тренироваться ежедневно по несколько часов. Глядя на эту русоволосую девчонку с длинной косой, не поверишь, что она выносливее многих мужчин. А косичка, кстати, в ее выступлениях – гвоздь программы. I got you stuck off the rail. Первые мои движения появились спустя два года, наверное, как я стала ездить на фестивали. И поняла, что через косичку можно просунуть руку, ногу. И получается достаточно приличная, красивая фигура, которую можно употреблять на баттлах. Почему бы нет? То есть это некая такая фишка моя. Впервые в истории брейк-данс включен в программу юношеских олимпийских игр. Пройдут они в октябре этого года в Аргентине. В честь России будут отстаивать двое танцоров. Парень из Воронежа и Кристина Яшина. Ее новая цель – олимпийская медаль. А значит, лето будет жарким. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Екатерина Старикова, Стас Трегубов, Губерния, 33.